Скажите, пожалуйста, ну вот уже столько дней длится эта безжалостная, отвратительная, страшная война, и конца, и края, мне кажется, не видно. А вы видите конец и край? Ну, мне хочется его видеть, потому что первый раз, когда у нас было интервью, на следующий день были робкие, первый раз попытки, во всяком случае, вербализировать ленд-лиз. А это было прямо на следующие сутки, я уже пожалел, что вот тогда я не видел ни конца, ни края, потому что я не понимал, как можно будет спасти теми силами и средствами, которые есть. А сейчас, ну, Байден подпишет, пока оно доедет, пока кто-то научится, понятно, что будет какой-то, из прошлой жизни возьмем слово, инкубационный период, но, судя по всему, судя по сегодняшней речи шизофреника, вот, как процитирую Пусси Райт, Путин зассал. Вот. И явный посыл Запада, чтобы только не было ядерной войны, ну, да, ему же тяжело будет деньги за нефть и газ качать при ядерной войне, это очень сложно, здесь причина следственной связи, видимо, кто-то все-таки деду донес, что одно с другим как-то не очень вяжется. Про деда, вы знаете, у нас фотографии Байдена постят, пишут спасибо деду за победу. Да, был бы, конечно, какой-то человек поживее и не социалист, может быть, он как-то бы включился пораньше и все бы формулировал бы почетче. Потому что, когда человек обещает военную помощь, а потом пожимает в воздухе руки невидимым друзьям, это в целом, ну, так, немножко холодеет сердце, когда это видишь. Спасибо ему огромное, но все равно надо понимать, что старость беспомощная и неопрятна, как говорит моя подруга-одисситка Ника Белцерковская. Конечно, руководить такой большой страной нужно в более молодом и боевом возрасте. И Украина этому прекрасный пример. Вы сказали, Путин зассал. Вы действительно так считаете? Ну, похоже на то, да. Но какие у вас есть косвенные признаки? Сегодняшняя речь, потому что, а где самолеты? Ну, вот я написал, у меня папа в 80-м году разгонял на самолетах, которые изготовлены, простите, блин, в 54-м, разгонял эти облака, впрыскивая туда какую-то хрень, после которой там машины съезжали в кувет, потому что дождь становился скользким где-то там под кубинкой на какое-то время. Ну, в общем, они это умели делать, простите, 40 лет назад с лишним. Так и недавно это делали. И недавно это делали. А что сегодня такое помешало? Вот, это все признаки, признаки, ну, это все параноидальные признаки. Язык жестов, язык жестов на последних встречах. То срыв в агрессию, то зажатость, когда спикеры не знают, что точно говорить, какой оттенок повестки, вот, не улавливают. То есть это же, как Латынина сказала, это управляется посредством роя, летит свиноматка, пчеломатка, вот, и остальные рой, и больше всего, естественно, получают трутни, вот, постараются предугадать ее движение, чтобы быть поближе к телу, вот, и вот, а они не предугадывают иногда. Случаются срывы среди коммерсантов. Абсолютная бутафория того, что творится на рынках, биржах с валютой и так далее. То есть это выкрашенная в зеленый мертвая трава перед приездом генерала. А был такой старый анекдот, когда приехал генерал, а там до этого была пьянка, и на трубу закинули ведро, и никто не мог его снять. И генерал спрашивает, а это что такое? Вот это бульбулятор. Он говорит, вижу, что бульбулятор, а почему не покрашен? Вот это все абсолютная бутафория и декорация. Россия во всем, она всегда, у нас всегда подражательная культура, она культура заимствования. Иногда это получается феноменально классно. Например, бесчеловечное отношение к детям вместе с эстетикой французского балета сделал лучший балет в мире. Например, понимание невозможности больших костов и дороговизны сделал из шмайсера автомат Калашникова неубиваемый и так далее. То есть мы иногда заимствуем очень круто и хорошо. Но так как сейчас эра людей, которые очень непрофессиональные эры, невладущих, как говорила моя бабушка, то и копируются только совсем внешние признаки всего. Поэтому все так. И по тем пленным, которые сейчас украинская армия снисходит все-таки брать в плен, потому что, ну давайте будем честны, пленных стало меньше, и мы понимаем почему. Осверение, которое так хотел Путин, оно не может одних касаться, а других не касаться. И по тем пленным мы видим, что это люди, простите, моего возраста, с седыми волосами, с гнилыми зубами, для которых 220 тысяч – это просто решение всех проблем на год вперед. Которые, простите меня, из-за своей никчемности и алкоголизма, скажем так, член бессоли доедали уже который год. И для них это абсолютный выход хоть как-то поправить свое материальное положение. Какие из них вояки? Никакие. Вот. И если будет объявлен призыв, которого многие ожидали, а я не думал, что он будет объявлен, они это делают очень выборочно, без объявления призыва, а по каким-то своим алгоритмам отправляют людям эти самые повестки. Повестки, да. Причем людям, опять-таки, 39 лет, 41 года. То есть, собирают эту ополь, продукты отрицательной селекции, деклассированных элементов. Собирают воевать. А так как они абсолютно никудышные, то они и воевать будут так же. То есть, следующие 10, 20 или 30 тысяч, которые собираются отправить в Украину, они никак не похожи ни на этих самых сирийских воях, ни на 58-ю армию, которая умеет воевать, ни тем более на вагнеровцев. Субтитры создавал DimaTorzok